В 5 часов вечера в подъезд заходят неизвестные. Хозяйка квартиры открывает дверь, впускает мужчину и передает ему 12 300 долларов. В этот момент 85-летняя пенсионерка уверена, ее дочь попала в беду и эти деньги нужны на операцию. Ведь именно так ей сказал неизвестный по телефону. Я взял и даже не представляю, что таком может быть. А в чем она передавала деньги? Она в бумаге, полотенце и пакет. Пакет. Целефановый пакет, да. Вот так завернутая. А Наталья так взял и ушел. Даже не смотрел там что. Я думал они договорились уже. Все каждый знает. Я взял и ушел. Даже я с детьми поехал туда, понимаете? Дети у меня, внуки в машине остались, я поднялся. Мужчина осознал, что был впутан в мошенническую схему. Отправлять деньги не стал и принес их в отдел полиции. В отличие от этого молодого человека, который пришел к бабушке через два часа. По указанию так называемых работодателей он представился чужим именем и забрал у пенсионерки вторую часть денег. Седьмого-восьмого числа, ну декабря, разместил во всех группах еще работу. Что мне 16 лет, без опыта, какого-либо. И все. Мне приходит просто. Ты еще работа, ты в Саратове. Я говорю да, да. Был разговор о том, что это букмекерская контора какая-либо. Потом я поступил первый заказ на эту улицу. Ну, на Большую Саду, где у нас шесть. Я поехал. Постоял там минут сорок от силы. Они мне опять пишут, давай ехать, там есть заказ. Я поехал. Забрал эти 14 тысяч рублей. Но мне не говорили, какая там будет сумма. Нигде это не указано. Вот, я забрал эти 14 тысяч рублей, потратил на свои нужные. Что можешь сказать таким же подросткам, как ты? Ребят, не стоит так делать. Почему? Что ты осознал? То, что... Потом печальный конец. О том, что стало жертвой мошенников, пенсионерка узнала от дочери, когда та вернулась с работы, жива и невредима. Денежные средства, изъятые у саратовца и признанные в качестве вещественного доказательства, полицейские вернули потерпевшим под сохранную расписку. Я увидела кучу тряпья в прихожей, в котором были спрятаны деньги. Я смотрю это все на полу, я говорю, что такое? Она говорит, я деньги искала. Я их отдала. Я позвонила в РУВД сюда, вызвала полицию и всех нашли. Я благодарна нашей доблестной полиции за то, что оперативно взялись за это дело, раскрыли преступление, нашли преступников и вернули все деньги. Чтобы ваши пожилые родственники не стали жертвами мошенников, почаще проводите с ними разъяснительные беседы. Схема «Ваш родственник попал в ДТП» рассчитана на людей старшего поколения, тех, кто более уязвим. В случае поступления звонков от незнакомых людей, они немедленно должны прервать разговор и позвонить вам. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.